Эту игру, а также другие игры вы можете приобрести в интернет-магазине cardplace.ru Ссылка в описании Смотрю я на эту игру и думаю Сколько кровушки ты из меня выпила Сколько я времени, нервов потратил на тебя А вроде такая маленькая коробочка Я уже два или три дня играю в эту настольную игру Называется она «Пятница» от Фридмана Фриза Знаменитого разработчика настольных игр Он создал такую игру, как «Энергосеть», например У него такие зеленые волосы Ну, вы все его, наверное, уже видели Два или три дня я играю в «Пятницу» и никак не могу победить С вами Денис и канал «Твой игровой» Давайте посмотрим, что же с этой игрой не так Или наоборот так Не переключайтесь Друзья, настольная игра «Пятница» создана для одного игрока И вы ее видите как раз в рубрике нашей Где мы пробуем соло-режимы в различных играх Но здесь соло-режим — это основной режим игры Небольшая игрушечка Но невероятно сложная Да, говорят, что если вы там когда-то, если победите Хотя бы один раз поймете, как в нее побеждать То потом вроде как легче там, да? Но на самом деле и то не факт, что вы будете потом побеждать в нее каждый раз Потому что здесь еще есть и четыре уровня сложности Я на самом простом не могу ничего сделать Поэтому сегодняшний летсплей Не факт, что он будет с победным завершением И может быть даже несколько партий мы сыграем Для того, чтобы показать просто геймплей Я буду комментировать свои решения, свою тактику И, пожалуйста, друзья, те, кто знает какие-то пути к победе Не пишите, пожалуйста, комментарии к этому видео Как нужно побеждать, что там нужно делать Я их буду все стирать Для того, чтобы люди смогли сами прочувствовать Всю вот эту вот бурю эмоций, которые дарит эта игра Давайте поиграем В чем суть игры? Вам нужно в конце партии одолеть двух пиратов Которые появляются случайным образом из стопки пиратов в начале игры Конец партии наступает тогда, когда вы пройдете все три уровня угрозы Зеленый, желтый и красный Какой сейчас уровень угрозы показывают вот эти карты Сначала идет зеленый, желтый и красный Вообще игра колодостроительная Вы постепенно строите свою колоду Но на самом деле состоит она всего лишь из одного вида карт Это карты боя Они просто подразделяются на три подвида Это карты угроз и умений Это карты возраста Робинзона И это стартовая колода боя Робинзона Как происходит раунд? Из чего он состоит? Всего лишь одна фаза Вы берете из стопки угроз две карты И по своему усмотрению выбираете одну из них Далее вы боретесь с этой угрозой Что у нас есть на карте угрозы? Во-первых, это значение угрозы для всех трех уровней Сейчас у нас зеленый уровень И мы смотрим значение угрозы 2 у нас сейчас И есть еще также обозначение Количество карт бесплатных Которые мы можем сыграть из своей колоды Чтобы попытаться эту угрозу победить Для того, чтобы победить угрозу Нужно набрать именно это число Либо больше Число это набирается с помощью карт боя Вот здесь у нас есть значение боя То есть сейчас мы смотрим пример Я вытащил карту угрозы Вытащил три бесплатных карты И значение моего боя ушло до минус двух А мне надо аж два В этом случае я могу сделать следующие шаги Либо потратить жизнь И дальше уже выкладывать дополнительные карты боя И надеяться, что я вытащу какую-то хорошую карту Еще потратим жизнь И наберу два или больше значения Но я также могу и проиграть добровольно бой Заплатив разницу Между моим значением боя И значением угрозы Давайте посчитаем Минус один, минус один, минус один Это минус три А значение угрозы два То есть нам надо пять жизней заплатить Чтобы этот бой проиграть Давайте заплатим Три Два И теперь на эти пять жизней Мы можем уничтожить до пяти карт То есть почистить свою колоду От как раз вот таких вот ненужных карт Стартовая колода, как вы видите Очень насыщена вот этими нулевыми значениями Минус один И мы можем хоть все карты уничтожить И в этом случае при проигрыше Мы угрозу скидываем в стопку сброса Угроз И не получаем тот навык Который могли бы получить Если бы выиграли Если бы выиграли Ну, к примеру Давайте сейчас посмотрим Мы бы вытащили вот такую комбинацию Даже вот такую Вытащили бы две карты Бесплатных И все, третью можем уже не вытаскивать У нас набралось два очка боя Уровень угрозы два Мы побеждаем И тогда эта угроза превращается в навык Отправляется к нам в сброс И потом Когда мы будем замешивать Когда у нас колода закончится Мы будем перемешивать карты И уже этот навык будет нам помогать Но когда мы перемешиваем Каждый раз, когда мы перемешиваем Карты свои в колоде Мы добавляем в них карту возраста Карты возраста Это очень плохие карты Ну, Робинзон стареет И становится все беспомощнее Смотрите, он и так не блещет каким-то умом Ведь картинки показывают, что он далеко какой-то Ну, не совсем сконцентрированный на проблеме своей человек И поэтому игра называется «Пятница» То есть «Пятница» Бедолага этот пытается Робинзону помочь Помогает ему, чтобы он выжил на острове Победил двух пиратов И наконец-то отсюда уехал Потому что, я так думаю, «Пятнице» не очень хорошо С таким Робинзоном жить на одном острове Итак, после того, как вы либо проиграли, либо выиграли угрозу Вы далее опять берете две карты угрозы Опять лишнюю, ну, то есть такую, какую вам надо Выбираете, оставляете и с ней сражаете Все в этом состоит игра Как только стопка угроз заканчивается Заканчивается и зеленый уровень угрозы Наступает желтый уровень угрозы Опять все перемешивается Опять то же самое Вы берете две карты, но уже смотрите на желтые значения Далее то же самое с красным уровнем угрозы И после того, как вы прошли красный уровень угрозы Вы сражаетесь сначала с одним, а потом с другим пиратом Сражение с пиратом – это то же самое, что сражение с угрозой Вот у нас значение угрозы И количество бесплатных карт, которые мы можем сыграть На картах также есть свойства В основном они есть на уже на приобретенных вами картах умений Различные свойства, которые увидите вы во время партии Они играются в любом порядке и в любой момент боя Даже после его окончания, и это очень удобно Но самые различные, там плюс две карты, например, бесплатных Скопировать свойства какое-то Положить в под низ стопки какую-то карту, ну и так далее Собственно, на этом и строится игра Вроде бы все просто, но на самом деле она очень сложная В ней четыре уровня сложности И я играю на самом простом Когда карта возраста очень глупой Она называется со значением минус три боя Она убирается из игры Затем следующие уровни Она добавляется Потом с меньшим количеством жизни Вы играете Потом карта возраста в начале игры Уже сюда замешивается в вашу колоду В общем, про эти уровни сложности Я даже думать не хочу Но давайте теперь сыграем и посмотрим Что это за игра, так сказать, в действии Ну что ж, поехали И игру я буду проходить по принципу Никакого риска, по крайней мере, в начале игры Итак, достаем две карты угрозы И смотрим Самые простые из них выбираем Одну скидываем Так, две бесплатных карты Ноль и минус один Не будем рисковать Заплатим две жизни Зато избавимся от этих бесполезных карт И даже вредных И проиграем этот бой Это нормально Сам Фридман пишет в правилах Что проигрывать в начале игры бои Это нормально Берем самую простую карту Минус один И ноль Снова платим две жизни Понятно, да, почему две? Одну жизнь, чтобы до нуля дойти И еще одну, чтобы до единицы дойти Да, чтобы у нас бой Значение боя было равно Или больше значению угрозы Итак, опять две жизни мы потратим Чтобы скинуть эти карты Совсем из игры Одинаковые жизни То есть одинаковые карты Практически только здесь одну жизнь Нет, вот это вот мне полезнее будет Свойства, потом о нем расскажу вам Три бесплатных карты Два, три Ну что же Не хочется терять Ну и рисковать Я сказал, что не буду рисковать Значит, хорошо Тратим две жизни То есть одну Одну жизнь Чтобы одну карту убрать Эти в наш сброс Так Самую простую берем Ноль Победили Отлично Берем самую простую Минус один Ладно, немножко рискнем И один Все, отлично Побеждаем Все, идет в сброс Сильная карта Нет Пока будем только Вот так вот делать И одна карта бесплатная Ноль Ноль Побеждаем Отлично Ну Пусть будет Пусть будет Надо посмотреть Мы можем пользоваться Любой открытой информацией В том числе Все уничтоженные карты Смотреть Все сброшенные карты Смотреть свои Потому что В правилах это разрешено И здесь даже есть Списки карт Какие значения И сколько Да Этих значений На картах Вот здесь все написано Можно посчитать Но мы это делать не будем Потому что Тогда смотреть совсем Будет неинтересно Будет одно молчание Мы будем просто Интуитивно выбирать Самую простую карту И Я побеждаю Отлично Так Это пока рано Нам Ноль Ноль Платим Одну жизнь Для того Чтобы проиграть Бой Так Попроще возьмем Раз Два Три Ноль у нас Ну Потратим две жизни Чтобы Проиграть этот бой Плохие карты Уберем Это взброс Это взброс И у нас Снова Так Если здесь Давайте не будем рисковать Одна карта Так Минус один Что мы сейчас должны делать По идее Мы можем Заплатить Да Заплатим Жизнь И карту уничтожим А эту карту сюда Потому что мы проиграли бой Теперь у нас В колоде Не осталось карт Да По идее Мы сейчас должны Выбрать Карту Выберем И должны две Бесплатных карты Да Положить Но что мы делаем Мы теперь берем Нашу стопку сброса Именно сброса Не уничтоженные карты И добавляем сюда Карту возраста Ну Робинзон стареет Понятно Перемешиваем Хорошенько Я бы даже Вот так вот Перемешал Чтоб все Было Перемешано Хорошо И Две карты Выкладываем Бесплатных Раз Два Ой Не так Так Свойства Фаза Минус один То есть Если бы мы боролись Сейчас на каком-то Другом уровне угрозы Мы бы Могли Скинуть Назад На один уровень Этот уровень угрозы И уже бороться с ним Но На зеленом уровне угрозы Это бесполезно И вообще по поводу свойств Свойства можно Использовать В любом Порядке Сам Фридман Писал на форуме БГГ BoardGameGeek С сайта Что По идее Да Вот вы Завершили бой Да И по идее Боевые свойства Это уже не используются Они же только в бою Должны использоваться Но нет Вы Можете Когда хотите Завершить бой И использовать сначала Все любые свои свойства Которые вам надо А потом победить Или там проиграть Итак У нас единица Все Мы выигрываем Так Одну карту Карта возраста Пожалуйста Потратим Две Жизни А нет Нам же надо Разницу В жизнях То есть Мы не сможем Ее уничтожить Ну давайте Тогда так Еще Рискнем Ноль И теперь И теперь Да Мы можем Две Жизни Потратить Чтобы Эту карту Сбросить А эту карту Сюда Сбросить Ну мы Проигрываем Бой Так Ну давайте Вот так вот Одну карту Достаем И мы Выигрываем Этот бой Что-то как-то Перевернуты они Идем сюда Так Ну давайте Немного Рискнем Все-таки Почистили Колоду Немножко Две карты И единица Раз И мы Побеждаем Отлично Две карты Тут надо Они одинаковые Надо на свойства Посмотреть Плюс две карты Можно бесплатных Выложить Или одна жизнь Давайте все-таки Карты Возьмем Если победим Одна карта И все Мы побеждаем И одну жизнь Кстати берем А я не помню Брали ли мы Одну жизнь Или две В тот раз Ну ладно Так Победили Кончилась у нас Стопка угроз Это значит Что мы должны Ее перемешать И теперь мы Переходим К следующему Уровню угроз К желтому Хорошенько Перемешиваем Выбираем Две карты Здесь у нас уже Желтый уровень Угрозы Смотрим Две карты Три Четыре карты Семь Ну Давайте Опять попроще Две карты Раз Два И собственно Ничего И свойства Можем одну карту Под низ Стопки Положить Одну другую Карту Ну Вообще Бесполезно Знаю Давайте рискнем Вот Единица Еще рискнем Минус Единица В общем Короче говоря Нам надо Три Заплатить Чтобы сбросить Чтобы Проиграть Эти карты Уничтожим В сброс В сброс Так Две карты И Уровень Угрозы Три Ну Тем что я не рискую Я конечно тоже Все плохо делаю Потому что Более Простые карты У них Более Маленький Уровень Боя Значение Боя Ну что ж Две карты И Три Нужно О Плюс Две карты Отлично Раз Снова Перемешивается Колода Наша Снова Замешиваем Карту Возраста Еще одна Бесплатная Карта У нас Она Кладется Справа Так В правилах Написано Несмотря на то Что она Бесплатная И Одну Карту Можно Под Низ Стопки Положить Ну что ж Давайте Что ли Рискнем Еще И Единица Все Мы Побеждаем Эту Угрозу Отлично Так Далее Нет Не будем Это Выбирать Карту Опа Раз И Два И Плюс Две Карты Еще Можем Выложить Раз И Два И Фаза Минус Один Отлично Уже Мы Можем Бороться С Зеленой Угрозой Потратим Одну Жизнь И Мы Побеждаем Жизни У меня Уже Практически Все Закончились Это Значит Я Уже Практически Проиграл Так Две Карты Берем И Вот Так Часто Бывает А Что тут Выбирать И Здесь Дикие Животные И Здесь Только Свойства Ну Пусть Будет Уничтожение Одной Карты Если Победим Четыре Карты Раз Два Три Четыре Плюс Одна Жизнь Свойства Так Сколько У нас Здесь А У нас Три А нам Надо Еще Четыре Мы Можем Копировать Это Свойство Может Копировать Какое-то Другое Свойство И Пусть Это Будет Копия Свойства Плюс Одна Жизнь А Это Свойство Удваивает Силу Какой-то Карты Ну Допустим Вот Этой Два Три Четыре Еще Три Нам Надо Ну Давайте Уже Доиграем Вот Так Раз Стоп Это Значит Если бы Она была Бесплатной То мы бы Прекратили Набор Бесплатных Карт Еще Тратим Один Два Три Четыре А нет У нас Удвоенное Там Два Три Четыре Пять Еще Две Единицы Надо Опять Замешиваем Карту Возраста Смотреть Их Ни в коем Случае Нельзя Но я Случайно Увидел Так Обновляем Нашу Колоду Тратим Еще Одну Жизнь И Собственно Все Мы проиграли Мы должны Потратить По идее Еще Одну Жизнь Или Потому что Мы должны Проиграть И разницу Заплатить Или Потому что Мы должны Были Дополнительную Карту Сюда Выкладывать Но Жизни У нас Нет И Вот Так Я Снова Проиграл Давайте Еще Одну Партию Мне Почему-то Кажется Что Нужно Сначала Избавиться От Плохих Карт Давайте Попробуем Этот Способ Так Выбираем Две Угрозы Да Мы Возьмем Теперь Не Самую Маленькую Угрозу Но Такую Среднюю Две Карты Бесплатных Раз Два Отлично И Чтобы Мне До Единицы Дойти Нужно Заплатить Три Да Один Один И Еще Один Да И Тогда Я Скидываю Эти Карты Все Проигрываю Бой Дальше Выбираем Ну Ну Так Хорошо Пойдем Этим Путем Четыре Бесплатных Карты Раз Два Три Четыре Так И Чтобы Нам Проиграть Мы Снова Должны Заплатить Разницу Четыре Жизни Минус Один И один Это Ноль 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 Везде Нули Уровень Угрозы Четыре Четыре Жизни Заплатили Зато Мы От Этих Трех Карт Избавляемся Это Идет Сброс Это Мы Проигрываем Так Уже Интересней Снова Дикие Животные Или Каннибалы Так Давайте Вот так Раз Два Три Плюс Две Жизни Отлично Четыре Жизни Снова Мы Можем Заплатить Четыре Жизни Чтобы Избавиться От Раз Два От этих Двух Карт От этих Не будем Есть Так Давайте Попробуем Все-таки Вот эту Теперь взять Карту Эх Жалко Так Ну ладно Победили Отлично Две Карты Возьмем Попроще Одна Бесплатная 0-0 Все Победили Идем Дальше Раз Два Так Три Два Так Единицы Были У нас А Ну это Скину Я Единицы Уже Были И кажется Сколько У нас Там Единиц Напоминаю Что это Открытая Информация Ее Можно Смотреть Три Тут По-моему Единички Восемь нулей Три Единички Да Мало Вероятно Ну давайте Вот это Раз Два Заплатим Удалим Вот так Ой Больше вероятно Что здесь Ноль Отлично Победили Так Дикие Животные Нет Возьмем Вот эту Раз Минус Один Два Ноль Заплатим Две Жизни От этих Двух Избавимся И Проиграем Бой Одинаковые Карты Но нужно Посмотреть На свойства Мне вот это Нравится Свойство Когда Доберемся До него Я расскажу Что оно Делает Так Что-то у нас Тут кадр Съехал Вот так Три карты Раз Закончилась Колода У нас Карту Возраста Берем Два Три Плюс Две Жизни И мы Можем Одну Карту Под низ Колоды Отправить Да В любой Момент Но она Нулевая Пусть будет Вот так Напоминаю Что свойства Можно в любом Порядке И в любой Момент Разыгрывать Даже после Окончания Боя Вы сами Решайте Когда бой Заканчивается Ну что Давайте Рискнем Одну Жизнь Тратим Дополнительная Карта Еще Одну Жизнь Тратим Еще Одна Дополнительная Карта И Никак Не Получается Трачу Две Жизни Чтобы Избавиться От Ненужных Карт И Проиграть Этот Бой Да Это Идет Сюда Так Ну вроде Почистили Мы Колоду Можно Уже Попробовать Выиграть Плюс Одна Жизнь Минус Одна Жизнь Это Карта Возраста И Единица Давайте Еще Одну Жизнь Потратим И Мы Выигрываем Эту Угрозу Справились С ней Отлично Так Ну Снова Нет Давайте Все Так Не Будем Пока Рисковать Одна Карта Бесплатная И мы Побеждаем Отлично Абсолютно Одинаковый Но здесь Без свойства Здесь А ну зато Два Нет Лучше С большей силой Возьмем карту Две бесплатных Раз Два И мы Побеждаем Отлично Свойства Не будем Использовать Естественно Так Ну давайте Вот так Сделаем С дикими Животами Сразимся Плюс Две Жизни Еще три Бесплатных Карты Снова Замешиваем Нашу Колоду Карту Возраста Добавляем Ну Робинзон Стареет Становится Еще Глупее В принципе Сейчас Неплохо Идет Партия Хорошее Решение Я нашел То что Нужно Было Сначала Не бояться Сильных Карта Наоборот За счет Этих Карт Сбрасывать Все лишнее И ненужное Смотрите Сколько мы Сбросили Уже Вообще Из игры Удалили Вот столько Итак Еще Три Карты Раз Два И Три И две Можно поменять Свойства До двух То есть Так Но это мы уже Использовали Вот эту Поменяем Это Взброс Идет А ее Саму Нельзя Менять Ну Значит Одну Поменяем И Все Мы Выигрываем Отлично Так Идем Дальше Здесь Одна Жизнь Здесь Уничтожение Давайте Жизнь Возьмем Если победим Две Бесплатных Карты Раз Два И мы Побеждаем И одну Карту Можно Под низ Колоды Положить Отлично Так Фаза Минус Один Это Сейчас Нам Пригодится Если Мы Выиграем Все Победили Так Это Уже Интересней Раз Два Три Четыре Пять Шесть Жизни Осталось В тот Момент Когда Мы Переходим На Желтый Уровень Угрозы Вот Уже Какие То Решения Находятся То Есть Надо Было Не Бояться Кар Сложных Давайте Посмотрим Итак Желтый Уровень Угрозы Это Интересно Хорошенько Перемешаем Дикие Животные Так Давайте Попроще Попроще Три Карты Раз Минус Одна Жизнь Два Три Плюс Одна Жизнь Ну что ж Сделаем Ох Потратить Пять Жизней Чтобы Проиграть Ну Нет Наверное Раз Два Две Можно Обменять Так Вот эти Обменяем Два Два И У нас Получается Три Так Снова Перемешаем Нашу Колоду Добавим Карту Возраста Сделаем Сделаем Небольшой Перерывчик Итак Потратим Еще одну Жизнь Чтобы Попробовать Ага Карта Возраста Минус Один Так Нам не хватает Две Силы Да Еще Одна Ну а что делать Ну Еще Не хватает Одна Сила И Все Мы побеждаем Но жизни у нас не осталось Просто я не знаю Ну либо скинуть Все жизни И проиграть Либо Попробовать Выиграть Ну опять вот Желтый Уровень угрозы И как-то Жизни то уже и нет Ну давайте Ну пусть будет Вот это Три бесплатных Карты Раз Фаза минус один То есть мы уже с зеленым боремся И два Отлично Мы побеждаем Так Один Один Ну попроще возьмем И плюс одна жизнь Отлично Победили Раз Два Две карты Раз Два Победили Так Подождите А я С каким боролся Я сейчас по-моему Вот с этим боролся С другим уровнем угрозы А нет Я же там скинул Этот уровень угрозы Так Все правильно Возьмем вот эту Две карты Минус два И ноль И две мы можем поменять До двух Ну вот эту Поменяем Ноль И Сейчас Нам нужно Чего-то делать Тратить жизнь Чтобы рисковать И плюс две жизни Отлично Еще можем тратить жизнь Одну Подниз Стопки Сейчас сначала Стопку сформируем Снова мы Карту возраста Добавляем Так Сейчас Сейчас Сделаем Стопку Хорошенько Надо все Помешать Одни стопки Тратим Еще одну жизнь И минус одна жизнь И снова я Проигрываю В общем Друзья Вот такая вот Непростая игра Когда-то мне удавалось До красного уровня Сложности Добраться Но Вот Как есть С вами был Денис И канал Твой Игровой Всем пока